Девушки отдыхают 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 Да, мы видели что-то, да? Барнахты, что-то, нахты! Человек! Человек! Что случилось-то? Ну, здесь вы не в курсе относительно того, что вчера здесь звено самолетов произвело бомбежку этого селения. Вот, обстрел вот этого населенного пункта. Вот, со слов местных жителей, очень много домов было уничтожено, просто домов. Вот, погибло очень много мирных жителей. Вот, вечером вчера вывозили раненых, вот, очень много детей, женщин, вот, мужчин немного, как таковых, боевиков или, я не знаю, кого-то здесь находится в этом населенном пункте. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Вот такие новости на этой неделе из Чечни. Очень странная история с этим налетом. В 15 километрах от Русмартана находится это село, оно называется Рошничу. 8 октября это село было подвергнуто ракетно-бомбовому удару. И по некоторым данным 8 самолетов, 3 захода бомбили село. 28 человек погибло, 37 ранено. Русские отрицают участие нашей авиации в этой операции, так же как и чеченцы. Очень темная история. Кстати, Масхадов, который, говорят, происходящее в Чечне сейчас очень серьезно переживает, рассказывал нашему корреспонденту Ильясу Богатыреву, что Анатолий Романов за буквально несколько часов до покушения на него говорил Масхадову, что что-то такое может произойти. Опять же, темная история. Будем надеяться на наших врачей. И еще одна темная история. На прошлой неделе мы говорили о шахтерских забастовках. Шахтерам не платят деньги, потому что денег нет. Но выясняется, что в этой истории есть свои несколько иные обстоятельства. После того, как нам сообщили, что деньги, которые не получают шахтеры, идут на предвыборную кампанию одной из партий, наш корреспондент Тамара Бочарова вылетела в Красноярск. В Назарово, что под Красноярском, угольщикам зарплату не платят, как и везде. Зато здесь купили экскаватор, суперсовременный, мощный, можно сказать, единственный в мире. Стоил он 25 миллионов долларов, между прочим, бюджетных, выделенных по льготному государственному кредиту. Эти миллионы лежат здесь. К весне следующего года комплекс, закупленный по немецкому контракту, будет готов, потому что сейчас он уже в монтаже. Но дело в том, что уже давно доказано, что для этой техники работы на Назаровском разрезе нет. И в ближайшем будущем не будет. Нет фронта работы для него. Потому что такая мощная техника, когда объемы у нас падают, и наши экскаваторы простаивают, стоят. Будет она не то, что ни к чему, она будет, может быть, и работать со временем. Но она все-таки могла и не быть, а мы своими отечественными машинами можем заменить ее. Вот посмотрите на фоне. Работает сейчас наша отечественная машина. Меньше по объему, чем сотка, и меньше будет, чем вот эта немецкая машина. Но они бы справлялись с теми задачами, которые стояли перед разрезом. Возникает вопрос. Кому выгодно то, что невыгодно Назаровским угольщикам? Вокруг компании «Русуголь» создано несколько десятков посреднических фирм, компаний, которые благодаря льготному доступу к средствам государственной поддержки получают монопольные права на тот или иной сегмент рынка, на тот или иной вид услуг. Это большой слой, ну я даже не назову их чиновниками, потому что это не чиновники в чистом виде, но большой слой людей, которые так или иначе живут благодаря льготному доступу к угольным дотациям. Фактически шахтеры не видят этих денег, шахтеры не получают заработной платы. В этом контракте посредники получили 2,5 миллиона долларов. Даже этих денег хватило бы, чтобы покрыть всю задолженность по шахтерской зарплате, и не только в одном Назарова. Весь вопрос в том, кто посредник. Шахтеры спрашивают, где их зарплата. Вот она. Куда ушла зарплата шахтеров, вы видели. А вот куда ушли 2,5 миллиона долларов посреднических, хорошо бы, чтобы выяснила, например, налоговая инспекция. Любопытный факт. Руководитель Красноярской угольной компании, член бюро Крайкома КПРФ. Так что выясняется, что и коммунисты у нас не такие святые. Впрочем, это и так было очевидно. Наш гость сегодня Леонид Бочин, председатель антимонопольного комитета России. Как бы человек, который главный в стране ответственный за то, чтобы народ не обманывали. Прежде чем мы начнем наш разговор, я хочу показать вам одну пленочку, которую нам принес наш коллега из московских новостей Андрей Колесников. Последний день, товарищи, фотографируй. Завтра начинаем мировую революцию. Да. И не с вами тоже начнем. Так, Наденька, давай. Владимир Ильич Ленин работает без выходных на московских вещевых рынках. Фотография с ним стоит 20 тысяч рублей. Раньше он работал на Арбате и на Красной площади, но ушел. Там его не поделили бандиты, контролирующие территорию. Да и делиться выручкой с ними не хотелось. Не привыкший к такой обстановке Анатолий Иванович Коклинков, приехавший в Москву из не очень криминального Ташкента, предпочитает зарабатывать деньги, петляя по разным рынкам. Но иногда, кроме желания заработать, он чувствует необходимость сказать людям что-то очень важное. Народ речь требует. Так. Товарищи, руку выше. Как там в Кремле? Нормально? Я приеду к вам по приглашению верного большевика, товарища Акшеникидзе. Пройдет 10-15 лет, и человечество будет решать вопрос, или ему погибнуть в огне войны, или образовать Всемирную Республику Советов, товарищи. Да здравствует Всемирная Республика Советов. Да здравствует мировая революция, товарищи. И начнем ее с Америки. Ну ничего, власть мы возьмем все равно. Шушенская оборудование. Да, фамилию запишите его, фамилию. Время от времени Владимира Ильича забирают в околоток. Так, на всякий случай, чтобы чего не вышло. Потом отпускают. Вот арестовали леди. Быть Лениным всегда было непросто, особенно сейчас. И слава Богу, что наш Владимир Ильича выручает его Наденька. Ленин Корректор А. Приехал мой брат Алексей Суралов. И мне показ фотографию. Ну вот я посмотрела настоящий Ильич. Говорит, я тебе квартиранта нашла. Я говорю, как вы Ленина? Ну я так думаю, ну Ленина, Ленина. Ну потом Ильич пришел. Пришел, стоит в дверях. Ну тут, когда я его увидела, он такой прям, ну как Ленин. Пальто у него такое было, вот вратник каракулевый. Стоит и цветы держит, букет. Купил цветы там, не знаю, в общем. Такой взгляд у него был сразу. Мне сразу понравился. Святым я особо не был. И в общем были женщины. И вот все лучшее, что было в прошлом, объединилось вот в одной Наденьке. А теперь вот в продолжении того, я вдруг вот тоже ясно понял, что мы уже оторвались от тех берегов, как говорится, в своих взаимоотношениях. И, как говорится, впустились в такое неведомое плавание, вот, как страну любви, как говорится. Ну мы все долго решали, делать ли в кафе свадьбу или дома. Знакомых друзей у нас не так уж много, вот. А полузнакомых звать, приглашать, тоже только свадебное торжество как-то разбавлять. Все прошло очень хорошо, но мы один момент забыли. Забыли организовать танцы. Ну, потанцевать надо же, вот не все сидеть, умничать там за столом. Тасты и все такое. Вот забыли, начистое, что надо потанцевать. И так и прошло. Оп, гости стали расходиться, а мы так и не потанцевали. И, значит, это, вот Гитлер прошелся по этому поводу, о, как, мол, свадьба прошла якобы без танцев. И вот начал это. Ну, мы с ним в конфликте в этот момент были. И он это, по Москве распространял, что, а, мол, не танцевали, оказывается. Свидетели его не взяли. А, его и в свидетели мы не звали. Не взяли, он так это хотел, не знаю, в каких целях. Ну, я прямо говорю ему, Гитлер, вот так вот решили, вот кто, лишь бы кто, только не ты. Не обижайся, но ты все-таки это, там, как говорится, бандит с большой дороги. Когда он фотографировался с девушками, с молодыми, я говорю, Ильич, ты поближе, обними. Да уж ладно. Посмотри. А дома она, знаешь, высказывает потом. А помнишь, как кинулась одна? Один раз только мы были в «Манхэттен-экспресс», он на руки взял ее, так, эту девушку. Я тогда, конечно, это мне неприятно было. И вот независимо, Ленин я, не Ленин, там, ну, похож, не похож, независимо от этого, вот мой коренной взгляд, действительно, что человечество представляется мне огромным глупым стадом, ну, которое, сколько помню себя, только и занимается тем, что роет себе могилу. Что настолько, вроде бы, люди создают ракеты, значит, создают, ну, сложнейшую технику, в компьютерной технике ушли не весь куда. А устроиться жить нормально, спокойно, значит, любя друг друга, до этого, на это ума не хватает. Вот, и поэтому тут даже вот, на первый такой детский взгляд, есть над чем поработать. Ленин Анатольевич, все возвращается на круги своя, я, конечно, не в смысле Ленина, а вот были вы у нас в гостях чуть больше года назад, мы говорили, как раз был кризис МММ, этот самый июльский. Мне кажется, тем, что Дума сняла депутатскую неприкосновенность с Мавроди, этот период МММ, Тибета, Нефть, Алмаза, Инвеста, он закончился. Ну, не совсем так. Желание привлекать деньги у населения, это достаточно естественная черта многих компаний, которые хотели... Это нормально, в общем. Нормальное явление во всех странах с рыночной экономикой. Другой вопрос, это о достоверности обещаний. А учитывая достаточно характерную черту российского народа, которая называется доверчивость, я бы сказал, масштабная доверчивость, и особенно масштабная доверчивость к средствам массовой информации, которая десятилетиями воспитывалась, что здесь не может быть никакой фальши, никакого лукавства. И тот кризис с этими финансовыми пирамидами, это, наверное, тот естественный и характерный процесс, когда в отсутствие регулирующей роли государства вмешались различного рода проходимцы и мошенники. И именно воспользуясь этой доверчивостью, с одной стороны, а с другой стороны, они, на мой взгляд, использовали ту безвыходную ситуацию, связанную по тем временам с большим инфляционным фоном, чтобы сохранить свои сбережения. А здесь баснословные дивиденды, и вот результат. Компании, которые пытаются привлечь вклады населения, и сейчас существуют, однако, хотел бы заметить, что после указа президента о защите потребителей от недобросовестной рекламы, нам и были рассмотрены около тысячи нарушений этого закона. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что в основном экран почищен, нет никаких баснословных дивидендов, оставшимся компаниям предложено в законном порядке получить лицензию, при этом при гарантиях по отношению к вкладчикам. Все компании, которые так или иначе попадали в сферу нашего действия, получили объективную оценку, которая была передана и в Федеральную комиссию по ценным бумагам, и в правоохранительные органы, к слову сказать, и по МММ, все материалы были довольно давно переданы в Генеральную прокуратуру, и в Московскую прокуратуру, ибо только она имеет полномочия о привлечении подобного рода структур к суду за неисполнение своих обязательств перед вкладчиками. У меня приятель один есть, он занимается, там, что-то, алмазы, золото. Он говорит, что после того, как люди перестали верить вот в эти пирамиды, увеличился, расширился рынок алмазов на 25%. Представляете? Ну, это вполне естественный процесс, поскольку... Но алмазами же не дурят голову. Вот какие сейчас, на ваш взгляд, более модные модели, как обманывать, дурить народ? Ну, я не думаю, что телевидение – это самый лучший способ пропаганды эффективных моделей, как обдурить народ. Нет, но мы, наоборот, рассказываем, чтобы люди готовы были. Ну, прежде всего, это как бы сознательное умалчивание о тех существенных условиях публичного договора, которые не говорятся в рекламе. И я хотел бы особое внимание обратить телезрителей на выход в свет нового для всех россиян закона о рекламе. Закона о рекламе, который не допускает гарантии размеров дивидендов по простым именным акциям. Закона о рекламе, который не допускает рекламы ценных бумаг до регистрации их эмиссий. И закон о рекламе, который не допускает умалчивания хотя бы одного из условий договора, если в рекламе вообще сообщаются эти условия договора. Поскольку этот закон – закон публичного действия, который предусматривает… То есть он сразу вступает в силу, да? Во-первых, он вступает в силу, а во-вторых, он предусматривает ту массированную обратную связь от людей, которые выявляют вот такие подозрительные рекламы, особенно в средствах местной массовой информации. И для этих целей, для пресечения существуют территориальные антимонопольные органы почти в каждом из субъектов федерации. Мы надеемся на эффективное взаимодействие вот с такими в хорошем смысле подозрительными россиянами. Допустим, на телевидение приходит человек, дает рекламу. Случайно получается, что она идет перед началом вот этой программы. Вы меня посадите? Ну, в законе о рекламе четко прописаны все регламенты и та мера ответственности между рекламодателем, рекламораспространителем и рекламополучателем. А я в данном случае кто? Я распространитель, да? Вы в данном случае распространитель. Все, что касается вашей ответственности за добросовестность рекламы, за ее достоверность, вы несете персональную ответственность. А кто меня поймает? Для этого существует антимонопольный комитет, для этого существуют добропорядочные россияне-потребители, которые в случае, если обещанная реклама или текст этой рекламы вводит в заблуждение потребителей своей недостоверностью, лживостью, фальшью, и реально появляется другой результат, вы несете ответственность, предусмотренную рекламным законодательством. Ну, ответственность тоже, наверное, часть демократии. Спасибо. Мой гость Леонид Бочин, представитель антимонопольного комитета России, а я хочу, прощаясь с вами, вспомнить, как все это начиналось. Все-таки какой-то круг мы прошли. В свое время даже частушки в поддержку МММ писали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У нас в гостях еще один специалист по борьбе с надувательством народа, главный московский шаман Алина Слободова. Она закончила ГИТИС, психологический факультет МГУ, несколько лет училась в Калифорнии и теперь открыла здесь бизнес, больше, правда, для новых русских, спасает бизнесменов от нечистой силы. Я правильно понимаю, Алина? Кто к вам ходит? Говорят, челноки, даже крупные банкиры приходят. Что они хотят? Ну, приходят люди самые разные, естественно. А хотят они одного. Они хотят силы. Потому что для того, чтобы создать что-то в том же бизнесе, для того, чтобы раскручивать очень мощные ситуации в бизнесе, нужна сила. Сила духа? Сила духа и вообще сила. Сила убеждения? Да, сила воздействия. Дело в том, что сила это вообще ключевое понятие моей работы. Энергия? Энергия. Да, можно сказать энергия. Но для шаманов на шаманском языке это звучит сила. А деньги – это энергия? Деньги – это эквивалент силы. Если есть сила у человека, занимающегося бизнесом, у него есть деньги. Просто через меня проходит так много людей, что накопился очень большой опыт. Я могу привести какие-то примеры. Ну, например, приходит человек, у которого проблема в бизнесе. У него нарушается его ситуация, оборот. У него нет денег, он не может достать кредит. И я вижу, что у него вот такое маленькое поле и нет силы. Поле – это измерение энергии, да? Да, биополе. Он потерял силу. Более того, мне показывают, что бизнес – это такая сфера с достаточно высокой зоной риска. И вот когда он входит в эту зону риска, то эта зона риска съедает его силу, съедает его поле. И ему нужно где-то эту силу снова добывать. Большие энергетические потери. Да, конечно. И вы ему, значит, сразу губну по голове, да? Нет. Нет, это не совсем так. Дело в том, что я этим занимаюсь уже достаточно долго и училась в Америке у… В чем я? Не чистые силы меня. Могла я прикасаться? Можно, можно. Училась в Америке у человека, известного на весь мир, Майкла Харнера. Именно он обучил меня этой технологии добывания силы. И когда человек уходит, например, он пришел, говорит, у меня долги, у меня проблемы в бизнесе, я ничего не могу решить. Уходит, он уже совершенно с другим ощущением. Потом мне звонит и говорит, вы знаете, приход к вам было 500-процентное попадание. Ну, например, люди занимаются складским бизнесом, у них все было в порядке, были клиенты. Вдруг съезжает один клиент, платит неустойку. Новый клиент, который к ним приходит, через две недели съезжает, снова платит неустойку. И склад абсолютно пустой. Во время работы я увидела, что склад был населен злым духом. А злой дух населила женщина, которая там колдовала против хозяина этой фирмы. И мне пришлось во время своих шаманских сеансов войти в контакт с этим злым духом и его трансформировать в доброго. И после этого те, кто приходил, они сразу заключали контракт. А что происходило? Люди, которые приходят заключить, например, контракт с этим, ну, с бизнесменом, вот этот злой дух их пугал энергетически. У каждого человека есть свой хранитель, своя сила. И он пугал их хранителей, и они убегали. Они даже сами не понимают, почему. А у нас здесь как вообще в порядке все? Ну, у вас пока ничего. Нормально? Хотя поработать можно. А чернобурки, вот это помогает она, да? Это лиса, да. Лисы вообще помогают, да? Да, у шаманов есть свои тотемные животные, свои духи, силы, которые им эту силу дают. У меня их очень много. А телевидение, это же тоже некое, наверное, шаманство, да? Вот мы облучаем народ, да? Конечно, вы же выходите, очень большая зона воздействия, эфир. В этот момент действительно эфир, в некий параллельный мир, в параллельную реальность, все эти образы уходят. А политика? Политика – это чистая вода, шаман. Если так можно сказать, дело в том, что что такое политика? То есть человеку нужно, чтобы его куда-то выбрали, да? Ну, так если просто посмотреть, чтобы ему верили, чтобы у него был там рейтинг и так далее, и так далее. А за счет чего это происходит? За счет у человека опять-таки есть сила, у него есть магнетизм. Сейчас люди словам не верят, слова настолько обесценены. Поэтому выбирают того, у кого… Человек выбирает такого, из которого буквально изливается эта сила, этот магнетизм, эта энергия. И он притягивает к себе людей. Вот у того человека есть шансы быть избранным. А человека с таким полем, его не изберут никогда. Ну, а вот вы и наблюдаете наших современных политиков. Кто главный шаман? Нет, я предпочту именно не называть. Есть? Есть, конечно, есть. Потом, шаман тоже – это понятие относительное. Шаман – это человек, владеющий силой. Но для чего он ее использует? Есть шаманы темные, колдунные темные, есть светлые. Если человек получает силу для того, чтобы ее отдать, то он как бы свет через себя все время пропускает и расширяет. Понятно. Перевожу. Надо быть добрее. Да. Перевод, да? А если он только на себя, на себя, на себя, то свет начинает темнеть, как вода стоячая. А у меня ощущение, вы знаете, что вот некоторые люди, по крайней мере, в политику идут именно от слабости, от того, что, в общем, они не могут реализоваться в более профессиональных сферах. Что леса убегает от вас. Леса, да. Она живая. Ну, в общем, конечно. Это уже почему человек пошел в политику. Мотив его. Почему он не пошел, например, там... Водителем. Водителем, да. Я тоже хотела сказать водителем или актером. Слушайте, может, там в паре работают? А, кстати, я иногда работаю так с людьми бизнеса. Я заряжаю им контракты. Во время переговоров работаю, помогаю им. Потому что, например, мне приносят контракты. Я вижу, что у контракта вот такое поле. Я говорю, у вас ничего не получится. Там нет силы. Тогда я отправляю контракт с своим духом, который покровительствует бизнесу. То есть текст так составлен, что в нем нет энергетики? Да, в нем вот что-то не вложено. Сила не вложена. Душа не вложена. Душа. Но юристы люди вообще холодные. Они же как пишут и пишут. Ну, все равно. Там же не только юрист. Там человек, который владеет фирмой. Вот насколько он вложил туда душу. А как, Алина, ваша деятельность сочетается с Конституцией Российской Федерации? Все-таки закон же в обществе правит? Ведь не энергия? Странный вопрос. А при чем здесь Конституция? Ну как? Ну вот вы говорите контракт. Это же как бы, на мой взгляд, все-таки некое правило, которое два человека принимают на себя условия, что они должны выполнить какие-то обязательства и так далее, и так далее. Это, в общем, достаточно формальный документ, который позволяет им либо сойтись, либо разойтись, но мирно. Ну, в этом смысле законы в обществе, они тоже как бы некие правила игры. Ну, законы — это всего лишь правила игры. А чтобы играть и успешно, нужна опять-таки сила. Да? Да. А как приобрести силу? Приобрести силу можно, общаясь с миром силы. Вот духи, с которыми я общаюсь, это пространство силы. Нет, это пространство силы. Там бесконечное пространство силы. Наша жизнь конечна. И поэтому мы эту силу теряем. Идя по жизни, получая разные стрессы, входя в проблемы, мы отдаем туда силу. А то пространство, там мир силы. И если туда путешествовать, чем я и занимаюсь? Моя работа стоит в том, что я совершаю постоянные шаманские путешествия. Такой термин. В тот мир приходит ко мне человек без силы. Я совершаю путешествие, беру эту силу и ему отдаю. Он уходит с мешком силы, у него потом бизнес идет. Потому что он эту силу влил в дело. Ну, например. Кстати, вот вы говорили о душе. Есть такая очень древняя шаманская практика. Она называется возвращение души. Мы считали шаманы раньше, что если у человека проблемы в жизни, если он болеет и так далее, и так далее, и злые духи какие-то украли у него душу. И вот шаман путешествует в ту реальность, куда душу украли. Ее же не в материальный мир куда-то спрятали, а там. И он эту душу оттуда, там он ее находит и возвращает человеку. И вот в связи с тем, о чем сейчас говорилось, вот эти все пирамидальные ситуации, через меня прошло огромное количество людей, потерявших свои деньги. Вкладчики. Вкладчики. И я им всем, я им не могла вернуть деньги, вы понимаете. Было бы наивно, но они тоже не за этим приходили. Но я им всем возвращала душу. Уверенность в себе? Да. Они вложили эти деньги, и они не столько деньги потеряли, они их в конце концов могут всегда заработать. Сколько вот эту вот свою душу, эту веру в то, что я им душу возвращала после этого. Вот вам к вопросу. Вообще, может быть, действительно, в нашей ситуации все чаще приходится рассчитывать на что-то сверхъестественное. Мой гость был главный московский шаман, специализирующийся на помощи самым слабым новым русским, Алина Слободова. А иногда что-то происходит само собой. Из Челябинска вернулись Алексей Косульников и Сергей Куракин. О спиде буквально я ничего не знал. Такого себе не представлял, страшного ничего. Просто я не в курсе был, как сказать. Все началось с того, что в 89-м году Сергей угнал мотоцикл по дури и молодости. Избежал в Одессу, где два года жил совершенно кое-как. Потом его все же поймали. Отвезли в Челябинск. Приговорили к полутора годам исправ работу. А еще спустя неделю к Сергею домой пришла милиция. Его заковали в наручники и куда-то повезли. На недоуменный вопрос, в чем дело, конвоиры ответили кратко. У тебя спит. Мы снимали Сергея и Клаву ночью. Они боятся показывать свои лица. Как бы противоестественно это ни было, они уже смирились с необходимостью всегда оставаться в тени. Буквально приехали. С милицией, вот серьезно. Прямо надели наручники и меня сюда привезли. Ну, у меня был стресс, конечно, это мне неожиданно это сказали. Ладно бы мне сказали дома это. Ну, а дальше, вот меня отправили в Москву, я как рассказывал это. Прошел там полностью вот это обследование. После этого я приехал домой же. Эта информация как просочилась же. Мне там, ну, не дали жить я. Там чуть камнями не закидывали. Вот мне пришлось уехать. Я уехал. Ну, в Сибирь я уехал. В Сибирь я там тоже одно преступление тоже совершил. Грабеж был. Четыре года давали, и вот я сидел в штрафном изоляторе. Вот там меня держали без выхода, без ничего. В одной камере я сидел, меня вот как нормальные люди вот сидят. Но в зону меня не выпускали, потому что я был ВИЧ-инфицирован. Я там отсидел половину срока. И что я как больной, меня освободили. Мне пришлось сюда приехать. Меня прописали по больнице. Я жил с полгода, наверное, в больнице. Ну, как сказать. Тоже пошел в кино и познакомился с девушкой. Ее Клава звали. Сейчас я скажу даже фильм. Ты не скажешь фильм? Выше шею иззада. Выше шею иззада. Очень хороший фильм. Ну, вот я не поверила, что такой больной. Вот, инфицированный СПИДом. Я вообще не верила. Ну, я, конечно, первый раз тоже ревела. Вообще ревела. Ну, а потом это взяла себя в руки. Думаю, неужели, правда, это можно заразиться и все такое. Ну, и внушила себе в голову, что не может быть такого. Ну, и взяли и зарегистрировались с Сережей. Ну, вообще, я в эту болезнь не верила. Я и по сей день в нее не верю. Потому что вот он у меня инфицированный, я до сих пор нет. И живем нормально. Нормально, как все люди живут. Без всяких... Средзащит. В принципе, я не боюсь. Мне страшно за Сережу просто-напросто. То есть, если кто узнает, будут просто в глаза говорить. А думать, это приятно, это, конечно, неприятно. Мы людей боимся. Вот, людей мы боимся, да. Ну, устроилась я в Косли на работу. Ну, проходит неделя. В понедельник это было. Я прихожу на работу. Мне девчонки говорят, Клава, можно здесь с тобой поговорить по-серьезному? Я говорю, пожалуйста, говорите. Они говорят, ты нам правду скажешь? Я говорю, я правду всегда говорю, я никогда не вру. Они мне говорят, мол, ты знаешь, что у тебя муж инфицированный больной? Я говорю, да, знаю. Я говорю, а в чем дело? Ну, типа того, что он больной, Ну, и ты, значит, такая же больная. Давай мне просить, чтобы я сдала кровь. Я говорю, я про себя знаю, типа того, что крови я вам, отчитываться перед вами не собираюсь. Ну, и потом они, видно, сказали этому директору. И нам общежитие не дали. Я очень хочу познакомить вас с этими людьми, но, к сожалению, не могу. Потому что людская ненависть для них страшнее самой ужасной болезни в веках. Ну, мы счастливы с тобой. Счастливы. Мне нравится, как мы живем. Еще угол, и все. Было бы нормально. Удивительная вещь. Человеческое постоянство. Может быть, одна из самых необходимых сегодня. Впрочем, почему сегодня, во все времена, всегда? Владимир Иванович Машков родился в 1908 году неподалеку от Елоховской церкви в Москве. Всю жизнь работал инженером-конструктором. Делал минометы, линии по разливу винводочных изделий. И последние 28 лет по праздникам и выходным поднимается по одной и той же лестнице. Рассказывает Владимир Гайбаронский. И вы каждый день это делаете, да, Владимир Иванович? По праздникам только. По воскресеньям и по праздникам. Таким на двадцатом. Хорошо. Спасибо. Купени ваши, Владимир, будут еще выше. По-моему, сантиметром двадцать. Да, если не больше. Это не двадцать пять. Не двадцать пять, это вряд ли. Пятьдесят ступеней здесь. А там пятьдесят одна. Да. Тяжело, наверное, уже, да, с годами. Тяжело с годами подниматься все время. Тяжело? Да. Да. Вот ногу сломал, а то было бы все хорошо. Целый год я пропустил. Тяжело. Тяжело. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как из Севастополя в Ялту шла наша черноморская эскадра Впереди шла императорская яхта «Штандарт» На другой день в Ялте был устроен благотворительный базар На пирсе, куда прессовали морские большие суда На этом пирсе был устроен шестигранный шатер И вот в этом шатре члены царской фамилии, императрица, четыре великих княжны и наследник цесаревич Продавали сувениры Народ подходил, покупал эти сувениры Весь сбор от этого благотворительного базара шел на борьбу с туберкулезом Вот я был свидетелем И я подошел с мамой к наследнику цесаревичу Дал ему трехрублевую ассигнацию зеленого цвета Наследник на меня посмотрел Дал мне две своих фотографии и три розы Бабушка моя подошла рядом к окну, где сувениры продавала сама государыня Александра Федоровна Не знаю, какую ассигнацию бабушка ей дала Та ее спросила Что мне вам дать, государыня? Бабушка ей ответила Что не дадите, за все вам буду благодарна, ваше величество Государь ей дала такую фаянсовую вазочку небольшую И потом соломенный веер с ручкой И несколько роз Розы полагались всем Ну то вы мне сказали, что вы считаете себя монархистом А почему так? Что? Монархистом себя считаете Потому что жизнь была хорошая Не надо об этом покупать Ну почему, а в чем боитесь? Ну Я помню, ту жизнь, конечно, с теперешней нельзя ровнять Когда пучок укропа тысяч рублей стоит А как же вы не пострадали? Эти сталинские депрессии Бог спас Вот когда мой папа работал в художественном театре Видно, видно, видно Когда он увольнялся, Станиславский ему подарил свое фото И написал Милому Ивану Прокофьевичу Машкову На добрую память Константину Станиславской А вот Розов, Архидьякон А вот Розов молодой Когда он был в Ленинграде, в Петербурге В него влюбилась императрица В Розово И его, так сказать, перевели в Москву А почему он был ваш кумир-то? Голос, как раз, служил Голос-то был какой Это же свечи духли Голос-то был какой А кто ваш любимый поэт? Лермонтов А за что вы его так любите? За демона И над вершинами Кавказа Изгнанник края пролетал Под ним Казбек, как грань алмаза Снегами вечными сиял Мой гость американский банкир Алексей Родзянко Который теперь будет работать в Москве Алексей, а вот представитель Госдумы Той, еще до социалистического периода Он ваш прадед, да? Да А что вы про него рассказывали? В семье Ну, в семье у нас были его записки Воспоминания, и поэтому Я знаю, что он сам говорил о своей деятельности Ну и о нем, естественно, тоже говорили Что это был период революции Это вопрос и момент, который Всех волновал и до сих пор волнует И поэтому то, что он какую-то роль Имел в это время Оно, естественно, у нас обсуждалось Ну, вот если сравнить, скажем, там С событиями, вот октябрьскими У нас, когда парламент был против президента Да, условно Но там же как бы было все Все были вместе Почему так легко отдали власть? Не знаю, может быть, такая судьба В России должна была быть Потому что, наверное, те в Думе Которые были И в том числе мой прадед Они власть захватить не считали в своем праве И поэтому они, собравшись после того, что царь отрекся И брат его отрекся Они назвали себя временным правительством И комитет, который установил это временное правительство Назвал себя временным комитетом То есть они считали, что они права не имеют на полную власть То есть демократия вредна России? Она приводит к крови, к войнам? Не знаю, не думаю, что вредна Но надо знать, что она нужна и что ее хотят И что она имеет право вести страну Если она не уверена в себе И если они в то время не были уверены, что они имели право Они в этой неуверенности и потеряли власть Вы теперь постоянно будете в Москве жить? Да, я теперь буду постоянно в Москве жить и работать А вот что вы переживали в момент... Вообще, как вы принимали решение? Вы руководитель одного из очень крупных американских банков Chemical Bank Вдруг вас приглашают сюда Вот как это все происходило? Ну, интересно очень И такой момент В Нью-Йорке финансовый рынок, он сейчас сужается Там банки соединяются, сливаются И в целях сокращения кадров, сокращения своей себестоимости А в России я уже несколько лет считаю, что Москва в перспективе будет одним из основных финансовых центров мира И может быть за 10 лет, может быть за 15 Но то, что это будет, я считаю неизбежным И поэтому быть здесь, когда этот процесс начинается, чисто с деловой точки зрения, очень интересно Хотя быть здесь в начале, пока правила банковского дела еще не установлены Я вам скажу, после более цивилизованного мира, где все правила уже отрабатываются в течение сотни лет Это интересно, это открывает глаза Но ведь можно все потерять именно потому, что правила не установлены У нас все время говорят, что придут коммунисты, всех начнут опять вешать Да, это может быть Это без риска, тоже отдачи нету Так что, в конце концов, это страшно И мне это страшно, я думаю, всем это страшно Но от этого сидеть и прятаться, по-моему, тоже нельзя Но, видимо, с другой стороны, если не вкладывать деньги, если не начинать Тогда все время ситуация будет неустойчивой Ведь только инвестиции могут как-то все это сдвинуть в положительном направлении Да, уже стены нету, железной занавеси между Востоком и Западом нету Может быть, будут периоды, когда отношения более натянутые или менее натянутые Но уже это снято, и уже и люди ездят туда-сюда, и торговля более активно действует И, естественно, капитал тоже будет идти туда, где он более нужен и более полезен А куда, вот вы считаете, сейчас в России нужно вкладывать деньги? Вот у нас само МММ очень модно Нет, туда не надо вкладывать Куда? Надо вкладывать в те отрасли, где капитал даст лучшую отдачу То есть, если смотреть на Европу В Европе капитала много Население большое А есть природных ресурсов, ископаемых практически нету Уже сейчас Европа больше половину своего природного газа получает из России Россия добывает этот газ не наиболее эффективным путем Много теряется в транспорте, много теряется в неэффективном и устарелой технологии И все это относительно, скажем, и все это может решаться капиталом и здравым управлением У меня иногда бывает ощущение, когда уезжаю куда-нибудь в командировку за границу А возвращаясь домой, у меня такое странное ощущение, что как будто мы живем вообще в мире других ценностей То есть, вот вся вот эта такая сложная наша жизнь, война в Чечне, допустим, и так далее Она как бы вообще нас, вот в этическом плане, что ли, в моральном, от другого мира То, что у нас хорошо, там плохо, то, что там плохо, у нас хорошо Эти ценности, они быстро меняются Я за последние пять лет приезжаю сюда и из приезда в приезд вижу разницу И разница не только в том, как город выглядит, как люди одеваются, как они себя держат Но и в том, как они думают, о чем они думают и к чему они стремятся Это очень важная перемена, она может быть менее заметная здесь живущим, чем тем, которые это смотрят через какие-то промежутки Скажем честно, вот мало что в нашей жизни иногда убеждает в том, что она имеет смысл Но когда вот такое происходит, что вы человек с такой фамилией, с такой семьей приезжаете в наш город работать То как бы точно становишься уверенным в том, что на этой неделе точно ничего не случится Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...